Далеко не все родители располагают средствами, чтобы в одиночку собрать школьника к 1 сентября. Поэтому в преддверии Дня знаний сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с администрацией города провели акцию «Собери сирот в школу». Участие благотворительной деятельности принял и организатор благотворительного концерта Хабиб Насрулаев. 13 подопечных семей ПДН были обеспечены школьными принадлежностями. Благодаря неравнодушным сотрудникам дети из малообеспеченных семей смогут пойти в школу. В этом году примерно около 2,5 тысяч детей пойдут в первый класс. На основании этого мы решили, что у нас есть и приказ МВД Республики Дагестан. Поэтому мы решили совместно с администрацией, такая инициативная была у нас идея, о том, чтобы малоимущим семьям, детям, дети, которые пойдут в этом году, кто в первый класс, ну и постарше детям тоже, в общем, неимущим семьям помочь, оказать такую непосильную помощь. То есть, вот городдел, сотрудники на добровольной основе собрали определенную сумму, были приобретены рюкзаки и школьные принадлежности, которые были разложены по портфелям и розданы этим детям. Кроме того, Хабиб Насрулаев в недавнем времени организовывал благотворительный концерт для детей из реабилитационных центров. На все вырученные средства от мероприятия были приобретены школьные констовары для детей из районных реабилитационных центров, которые переступят порог класса впервые. Екатерина Шарунина приняла участие и в организации концерта, и в посещении детей из центров. Нельзя лишать детей, у которых нет любящих мамы и папы, счастливого ощущения от дня знаний. Ведь в этот общий праздник как никогда хочется забыть о проблемах и наслаждаться радостью и беззаботным детством, отметила Екатерина. Хочется, конечно, чтобы данные акции проводились как можно чаще, и мы в свою очередь сделаем для этого все возможное, чтобы в следующий раз привлечь еще больше людей, еще больше спонсоров. Также я бы хотела, наверное, выразить благодарность УМИКЛ, сынами, которые здесь находятся в руководстве этого реабилитационного центра, за то, что они позволяют нам, нашей молодежи, помогать деткам. Каждый родитель знает, что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все труднее. Школьная форма, рюкзаки, тетради, детская обувь, канцелярские принадлежности дорожают с каждым годом все больше, что ударяет больнее всего по самым слабым и незащищенным обездомленным детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому активисты призывают каждого принимать участие в подобных акциях. Хабиб Насрулаев от имени всего волонтерского корпуса поблагодарил участников и гостей в оказании бескорыстной помощи. Хотелось бы выразить благодарность начальнику отдела по делам молодежи Аттаеву Айшадбе Султановну и также руководству администрации города Хасаев. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем волонтерам, а также девушке, которая с самого начала помогала мне и поддерживала в этом акции Екатерину Павловну. «Мы верим, что каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем отдаст миру столько, сколько мир вложил в него. Поэтому для каждого взрослого человека очень важно хоть что-то отдавать детям, которые нуждаются в помощи со стороны», – отметили организаторы акции.